добрый день вчера слышал очень интересную историю которую фабулу который принципе знал уже давно но какая-то деталь дошла до меня только вчера я хотел бы ею поделиться здесь на блоге и так многие знают историю графа валентина потоцкого или как мы его называем аврагам бен аврагам потоцкий сын польских аристократов которые в париже изучая богословие теологию встретился с кем-то евреем который держал таверну постоянно старался там учиться изучать тору спросил что ты изучаешь слово за слово захотел принять гиур стал гером в польше это было нельзя нельзя было принять иудаизм он подвильно в какой-то деревушке жил скрывая свое происхождение родители думали что он умер потом какой-то человек который с ним поссорился сдал его властям по его доносу его взяли и сожгли во второй день праздника живот за то что он принял иудаизм и не согласился вернуться в лоно христианской церкви его долго уговаривали вернуться в христианство он не соглашался и уговаривали все его даже с предложили ему вернуться в христианство хотя бы только внешне на на самом деле остаться соблюдать западе тора он сказал ни в коем случае это все как бы известные факты которые много лет уже жил как бы читал знал а вот вчера услышал какую-то деталь история абрама бен абрама который меня поразило очень сильно оказывается что в ночь перед казнью мы все знаем что виленский гаунд передал ему предложение что он может его с помощью каких-то каббалистических методов его освободить из тюрьмы он сказал что он не хочет аврам сказал что он не хочет он хочет исполнить заповедь осветить имя всевышнего это известный факт тоже но бы рассказали еще один факт который раньше не знал оказывается к нему в эту ночь пришли его близкие друзья детства поляки которые сказали ты знаешь валентин не к нему врать я обращались как так они упомнили с детства что мы опасаемся мы же тебя не спасаем сейчас мы боимся что ты придешь на небеса будешь нам мстить оттуда как что-то скажешь на он сказал помните когда мы были детьми я во дворе или на усадьбе своего отца графа я строил огромный песчаный замок строил его несколько месяцев постоянно там его улучшал достраивал мамаш был очень это красивое красивое сооружение с моей точки зрения один какой-то непрекрасный день вы пришли и разломали весь этот замок я был очень расстроен плакал прибежал к отцу и он меня утешил видел что я плачу и пожалел меня и тогда у него спросил отец ну когда же ты их убьешь когда же ты этих двух мальчиков бывших моих друзей которые уничтожили мой замок когда ты их убьешь тогда отец засмеялся и сказал же ты думаешь что я буду убивать людей из-за замка на песке в тот момент я подумал как-то отец не готов убить вас за то что вы мне сделали я сам себе поклялся что если когда я вырасту и унаследуя отца у меня будут его возможности я первым делом вас убью после его смерти прошли годы и мне даже сейчас смешно и грустно и стыдно вспоминать об этом желании так он сказал так что как еврей верующий в тору всевышнего в понятие будущий мир я понимаю сейчас что то что вы делаете это подобно разрешению того замка который вы разрушили мне в детстве и когда я приду туда несмотря на то что сейчас мне бы очень жал жаль этот замок когда я приду туда и пойму что я буду знать настолько больше и вырасту настолько что пойму что это будет сравнимая вещь поэтому вот так он их успокоил своих бывших друзей что есть в этой истории во первых очень четкая вера в то что этот мир по сравнению с миром душ с будущим миру сравняет можно сравнить с детством и игрой в песчаные замки а с другой стороны мы видим что авраам бен авраам очень четко понимал что когда он окажется в том мире он вырастет будет понимать постигать знать чувствовать и понимать гораздо больше чем в этом мире и вот эта вещь меня поразила больше всего в этом мире я вчера давал уроком в одном городе эта женщина сказала вот зачем всевышний так мне делает и явно чувствуется что у нее нелегкая жизнь нам кажется что иногда такие сложности надо тяжелой ситуации в жизни вообще непонятно нам кажется что наши все все что вокруг нас все наши замки они рушатся и нам кажется что это невозможно в рамках этого мира мы совершенно не можем представить как это как с этим жить нужно может быть иногда подумать абстрагироваться от этого посмотреть что в перспективе когда мы вырастим возможно наш взгляд тоже поменять вот такие вот две мысли которые мне пришли в голову или показались после этой истории большое спасибо